Влада Ольховская Дум мистера Кристи Пролог Конец света всё-таки наступил, и в мире осталась только она одна. По крайней мере, так Алле нравилось думать, когда она проходила по темным, еще спящим в поздних весенних сумерках московским дворам. Она специально выходила пораньше, ей все равно не спалось. Опыт подсказывал, что пять часов утра делали ее работу менее нервной и унизительной. В детстве она много кем мечтала стать, но уж точно не распространителем никому не нужны рекламы. Высшая миссия этой профессии заключалась в том, чтобы тайком проникнуть в подъезд, наполнить ящики мусором, которые все равно скоро окажутся на полу, и побыстрее убраться. Всё. Алле с нетерпением ждала возможности вырваться из заколдованного круга. Но пока такой возможности не было. Поэтому на плече у нее снова висела сумка, и она брела по пустым дворам, где ей в такое время встречались разве что сонные дворники, такие же несчастные, как она сама. Когда она только начинала, она верила, что это ненадолго, просто подработка, которая поможет ей выжить, пока она не обоснуется в столице. Но оказалось, что Москва не только не резиновая, она еще и не ласковая. Никто тут не встречал Аллю с распростертыми объятьями, не давал ей идеальную работу и трехкомнатную квартиру. А распространение всех этих флайеров и бесплатных газет позволяло ей не присоединяться к бомжам, от которых она шарахалась во дворах, так что она задержалась. Она бродила по улицам уже полгода. За это время Алля неплохо изучила все свои маршруты. Знала, где опаснее всего, а где вряд ли случится что-то плохое. Она старалась побыстрее проскочить подъезды, где хозяева имели очаровательную привычку выпускать собак из квартиры и забывать о них на пару часов. Летом она опасалась еще и ранних старушек у двери, которые с энтузиазмом рассказывали ей, какая она прошмандовка и как стыдно такой быть. Но в первую половину весны они обычно не высовывались из своих нор. Был еще подъезд, где с утра пораньше мог болтаться мучающийся от похмелья мужичок. Который, получив от властной жены, ненавидел весь род человеческий. Он с удовольствием использовал возможность отчитать Алю, рассказывая, что она, жирная корова, им весь подъезд своими буклетами загадила. После этого хранитель чистоты смачно сплевывал на пол и уходил к себе победителем. После первых таких встреч Аля плакала по вечерам. Потом привыкла. Но то были предсказуемо опасные дворы. Сейчас она подходила к одному из домов, который она про себя называла «русская рулетка». Старая пятиэтажка располагалась в неплохом районе. Здесь жили в основном самые обычные люди. Небогатые, небедные. Занятые своими делами, а потому не обращающие на Алю никакого внимания. Все. Кроме одной семьи. Поэтому, приближаясь к дому, она все ждала, когда можно будет посмотреть на парковку и определить, возможно, сегодня неприятности или нет. Схема была проста. Если там стоит массивный, как динозавр, грузовик, значит, хозяин дома. И можно попасть под горячую руку. А если нет, все нормально. Он в очередном рейсе, а его жена сама по себе очень милая. Грузовик стоял на месте, занимая половину парковки, которая для него не предназначалась, из которой никто не мог его согнать. Вот ведь, блин, пробубнила себе под нос Али. Семья гордейчиков, вполне себе русская, отличалась итальянской страстью. Муж работал водителем, отправлялся в рейсы и на неделю, и на две, и на пару месяцев. Жена сидела дома с маленьким ребенком. Сынишка родился слепым и требовал постоянного ухода. Иначе в этой семье и быть не могло, но муж все равно жутко ревновал благоверно и после каждого рейса устраивал профилактический скандал. А поскольку возвращался он обычно ранним утром, его скандалы частенько совпадали с визитами Али. Гордейчики жили на первом этаже и, чтобы не пугать сына, переносили вопли на лестничную клетку. Этим они не радовали соседей, те тоже выглядывали из квартир и присоединялись к крикам. Аля бы хотела не видеть и не слышать всего этого, но ей нужно было опустить пачку объявлений в каждый ящик. Поэтому быстро уйти не получалось. Чаще всего ее замечали и тоже каким-то непостижимым образом втягивали в скандал. Вячеслав Гордейчик казался ей жутким типом. Соседи небрежно называли его Славиком, хотя Аля не представляла, как можно таким милым словом обозначать здоровенного, злобного и шумного дядьку. Когда она впервые стала свидетельницей скандала в этом семействе, ей даже стало страшно за его хрупкую молоденькую жену. Аля попыталась украдкой расспросить соседей, почему они не вызывают полицию. Гордейчик ведь орал, что убьет ее и вполне мог убить. Но соседи беспокойства Али не разделяли. Они пояснили, что знают Гордейчиков уже много лет. Славка Гордейчик – это большая грозовая туча, которая только и способна что громыхать. Он обожал сына и любил жену, скандалы считал способом семейного воспитания и никогда не поднял бы руку на своих близких. Аля была убеждена, что все это сомнительные аргументы, но предпочла не вмешиваться. Ее собственное положение в Москве было слишком зыбким, чтобы привлекать внимание полиции. Так что сегодня, увидев грузовик, она входила в дом с определенной опаской. Она знала код от этого подъезда, как раз благодаря милой и улыбчивой жене Гордейчика. Это давало ей шанс закончить работу побыстрее и убежать, пока ее не заметили. Однако на сей раз спешить не было необходимости. В подъезде ее встречала тишина. Единственная тусклая лампочка, на которую даже вандалы не позарились, освещала ряды недавно покрашенных почтовых ящиков и вполне чистую площадку перед ними. Со стороны входа Аля не видела, открыта ли дверь в квартиру Гордейчиков, но и проверять не собиралась. Быстрее бы закончить. Может, Славик этот вернулся давно и уже отрубил свой ритуальный концерт маниакального ревнивца? Кто его знает? Аля быстрым шагом перешла к почтовым ящикам и стала опускать в них заранее заготовленные пачки объявлений. Она сосредоточилась на этом, она так торопилась, что не замечала ничего вокруг. Она привыкла к тому, что опасность, связанная с ее работой, всегда громка. О, крики, хамства, скандалы. Ей в голову не могло прийти, что кто-то тихо подкрадется к ней сзади. Но это случилось. Она поняла, что уже не одна в подъезде, только когда сильные руки сжали ее плечи и заставили развернуться. Аля крикнула и от неожиданности, и от того, что над ней теперь нависало бледное, искаженное странной гримасой лицо, которое поначалу даже показалось ей нечеловеческим. Ей потребовалось несколько минут, чтобы понять, что перед ней Вячеслав Гордейчик. Но как же он изменился? Он всегда представлялся ей жутким типом, а теперь и вовсе походил на чудовище. Глаза шальные, дикие, ноздри раздуваются в частом дыхании, рот искривлен так, будто он сдерживает крик или вой, но у него едва получается. А еще у него на лице кровь. И на руках, которые держат Алю, тоже кровь. Много. Сплошная алая пленка на кистях рук и запястьях. От ужаса Аля потеряла дар речи. Она не представляла, что происходит, как это понимать, как она должна реагировать. Никто не готовил ее к такому. Это вообще реальность или кошмарный сон? А если все-таки реальность, Гордейчик может ее убить. Нужно что-то сказать, заставить его отступить, оставить ее в покое. Вот только что. Аля боялась его, даже когда рядом была его жена и другие люди. Теперь они одни в подъезде. Ей казалось, что он не сможет шокировать ее еще больше, но у него получилось. Гордейчик заговорил с ней, и это были не те слова, которых она ожидала. «Где мой сын?» Прохрепел он. «Что?» С трудом произнесла Аля. «Где?» «Где он?» «Что происходит?» И это он у нее спрашивает. «Где он?» Сына Гордейчиков, Дениску, она видела только один раз. Симпатичный пухлый малыш вышел на лестничную клетку из приоткрытой двери квартиры, и все крики сразу утихли. При нем родители не скандалили. Больше Аля с ним не встречалась. Однако Гордейчик то ли не помнил этого, то ли вообще не осознавал до конца, что происходит. «Где мой сын?» «Где мой сын?» Повторил он. «Я не знаю. Пустите меня!» Потребовала Аля. Отпускать ее он точно не собирался. Гордейчик сжал ее крепче, приподнял над полом и с силой тряхнул, словно желая доказать, что ей лучше перестать притворяться, и сейчас же отдать ему сына. А ведь она хрупкой тростиночкой не была. Не каждый мужчина бы ее поднял, не говоря уж о том, чтобы вот так трясти. Он мог с такой же легкостью свернуть ей шею. Эта мысль наполняла сердце Али животным ужасом. «Помогите!» «Кто-нибудь!» «Где мой сын?» не унимался Гордейчик. «Не знаю!» «Откуда мне знать, наверное, с вашей женой?» Это простое, казалось бы, предположение шокировало его не меньше, чем Алю его нападения. «Нет!» прошептал он. «Он не может быть с Машкой!» «Не должен!» «Машка мертва!» «Я убил ее!» «Я?» Наверху защелкали замки, начали открываться двери. Похоже, шум и крики наконец-то привлекли внимание соседей. Это вернуло Али надежду, что все еще будет хорошо, и она с новыми силами закричала «Помогите мне!» «Спасите!» Гордейчик все еще держал ее, но уже не смотрел, словно и забыл, на кого набросился. Его лицо было пустым. Казалось, что его мысли не здесь, а где-то далеко. И все равно подоспевшим соседям было нелегко освободить Алю. Руки Гордейчика сжались, будто в спазме. Он никак не желал отпускать случайную жертву. Потребовались усилия трех мужчин, чтобы оттащить его в сторону. Получилось неловко. Аля не удержалась на ногах, упала, поспешила отползти подальше. Она забыла и про свою сумку с рассыпавшимися объявлениями, и про все на свете. Ей просто нужно было защититься от этого психа. Женщины, выглянувшие из соседних квартир, спрашивали ее, что случилось, почему Гордейчик напал. Что она могла ответить? Да ничего. Она с ним не говорила, даже не видела его, пока он не набросился на нее. У него на руках была кровь. Он говорил о том, что убил свою жену. Вспомнив об этом, Аля обнаружила, что кровь осталась и на лестнице. Похоже, она капала с рук Гордейчика, когда он спускался. Все это ее не касалось. Ей хотелось, чтобы ее оставили в покое. Но она слишком хорошо помнила, что в квартире сейчас слепой ребенок и, возможно, пострадавшая женщина. Поэтому Аля, пока не способная говорить, молча указала на Алый след. Соседи пошли туда, к квартире Гордейчиков, и Аля последовала за ними. Она не до конца понимала, что делает, ей просто нужно было знать, что там случилось. В коридоре и прихожей крови было больше, но все это были или капли, или размазанные следы. Похоже, Гордейчик то и дело опирался на стены, чтобы не упасть. Его шатало. В квартире не было ни намека на погром или следы борьбы. Но и людей тоже не было. Только тишина. Возле гостиной крови было больше всего. Аля даже показалось, что она чувствует специфический сладковатый запах. Она остановилась в коридоре, под ней просто ноги подкашивались, она не могла на это смотреть. Зато другие могли. Алю грубо оттолкнули в сторону, и она, оставшаяся в коридоре, услышала испуганные голоса из комнаты. Боже мой! Все-таки убил он Машку. Вот ведь как же! А где мальчишка их? Тут нет. Он же не видит ничего. Куда он денется? Вспомнив о мальчике, соседи, пусть и потрясенные случившимся, попытались его найти. Обыскали и квартиру, и подъезд, и подвал. Даже двор проверить успели до приезда полиции. Бесполезно. Маленького Дениса нигде не было. Маленького Дениса